Человек это как фильтр, эго человека, эго это его мыслительный аппарат, который мы как бы создаем, каждый создает тот мир, в котором живет. И вот мы как раз изучаем сейчас книгу «Путь праведных», это часть Торы. Это часть Торы, да. Если рассматривать Тора как слово «учение», то тогда эта книга, которую мы изучаем, это часть Торы. Потому что эта книга полностью, она говорит, она базируется на Торе, она базируется на том, она написана для того, чтобы изучать Тору, для того, чтобы практиковать Тору, для того, чтобы соединяться со Всевышним. То есть эта книга, нельзя сказать, что она комментарий на Тору. То есть есть Тора, это учение, которое дал Всевышний. Есть именно ее, возьмем и так, смотрите, вот если возьмем, например, Анделина программист, или там Илана программист, или Виктория, может Вячеслав программист. И вот я точно знаю, что Максим Перенчук, он точно понимает в программировании, скажем так, да, или Гриша. И есть код, да, то есть есть человек, который написал код, программный код сайта, например, да, он сделал сайт, или там что-то он сделал, написал программный код. А второй человек, третьему человеку объясняет, вот смотри, вот он написал тут этот знак, этот знак он значит вот это, а вот второй знак, то что он написал этот программист, он значит вот это, а вот третий знак, он значит вот это. Теперь вот это объяснение, где он объясняет значение знаков, это является кодом? Нет, это кодом не является. Но это может быть комментариями, которые, если этот сайт где-то лежит, то это может быть где-то в комментариях, какие-то заметки словами, которые объясняют, что этот программист имел в виду. Вот эта книга, которую мы изучаем, это как раз вот такие вот заметки Ктори, которые помогают нам внедрить в себя 20, в этой книге есть 28 качеств, 28 ворот он это называет. Это те врата, через которые человек приближается к Богу. Вот что такое эта книга. Да, всем шаломы, чтобы была духовная сила от этого урока, чтобы она была для полного выздоровления тем, кому нужно полное выздоровление. Вот мы молились за ребеночка, который родился, сын Яэль Эстер, Эстер Яэль, насколько я помню. Вот, и он сейчас уже как бы опасность, нет опасности, но нужно делать операцию, чтобы продолжалось. Тоже вот Всевышний, так, вот так система эта работает, что кто-то заходит в этот мир легко, душа заходит в этот мир легко, кто-то заходит в этот мир сложнее. Но все проходят сквозь этот мир, каждый в своих каких-то условиях, да. И, например, у одного путь тяжелый, да, вот был Йосеф, Йосеф праведник, у него был очень тяжелый путь, да, прям тюрьма, рабство, но он был всегда счастливый на этом пути. А у другого путь очень легкий, например, был царь Израиля, Ахава, у которого была царь, это жена Изабелла, да, Изабелла ее звали. И он, значит, все, вот у него был там, ему понравился виноградник, а кто-то ему не хотел продать этот виноградник, и он вообще лег в депрессии, все, не хотят мне продать. Он царь, у него все, а он виноградник расстроился. Понимаете, то есть путь это первое условие, по которому человек идет по этому пути. Его психология, она может самый легкий путь сделать тяжелым, и самый тяжелый путь сделать легким для человека. Но в итоге все проходят эту полосу препятствий и выходят из этого мира, то, что называется третье рождение. Дальше тот, кто во время этой полосы препятствий помнил о вот этом вот, о финише, да, назовем это так, финиш, который является новым рождением, у того есть следующий уровень. И этот следующий уровень может быть тоже, он уже является объективным уровнем, то есть там уже нет каких-то там разных мнений, потому что человек из этот мир называется мир обмана, мир Алма-де-Шикра. То есть в этом мире, даже когда ты говоришь правду, там, например, это книга, то ты все равно говоришь необъективную реальность, да, почему? Ну, казалось бы, это книга, можно же сказать, что это книга, да, а можно сказать, что это, значит, пачка бумаги, склеенная вместе, можно. Так это книга или это пачка бумаги? Получается, это и книга, и пачка бумаги, склеенная вместе, правильно? А еще что это? А еще это, значит, предмет весом 200 грамм, может быть, да? Тоже правда вроде, да? И вот весь этот мир, он такой, он неоднозначный, и что бы ты ни сказал, это только какой-то один ракурс, какой-то маленький ракурс вот этого мира. А туда ты приходишь, объективная реальность, то есть там уже нет вот этого вот иллюзии, в которой мы живем. И вот, значит, мы изучаем сейчас Тору, Тора это то, что рассказывает, как все работает, и мы находимся как раз в 27 главе, которая называется «Ворота Торы», и нам объясняет автор этой книги, что такое Тора и как она работает. И он говорит так, что Тора не похожа ни на одно другое, ни на одну другую науку, ни на одно другое ремесло, потому что, когда ты научился чему-то обычному в жизни, то ты научился водить грузовик, дальше ты ведешь грузовик, слушаешь песни, разговариваешь по телефону, то есть потом ты неделю не водил грузовик, сел опять за руль и опять ведешь грузовик. Ты 20 лет не ездил на велосипеде, потом сел на велосипед, опять поехал, и опять едешь, рассматриваешь все. Тора не так. Требуется внимания, чтобы понять изучаемый вопрос и не отвлекаться на мысли о чем-либо другом. Поэтому тот, кто освобождает свое сердце для безделия, тотчас забывает все, над чем трудился все свои дни. Значит, и сказали мудрецы, что если бы человек не забывал то, что выучил, он выучил бы всю Тору, а потом бы бездельничал. И безделие же приводит к скуте и преступлению. О, вот это интересная тоже вещь, это написано в Талмуде, в трактате «Ктубот», 59 лист, что безделие приводит к скуте и преступлению. Поэтому человек, который не занят какой-то производительной деятельностью, полезной для себя, он в этот момент как бы создает вот эту вот пустоту безделия, да, он не занят делом, которая заполняется чем? Заполняется скукой. То есть надо что-то сделать. И потом он, если он не заполнил какой-то производительной деятельностью, то что тогда заполняется преступлением? И поэтому Всевышний сделал такое свойство Что человеку свойственно забывать Чтобы человек занимался Торой все свои дни И не приближался к преступлению То есть Поэтому если вдруг скучно Например кому-то становится скучно Откройте книжечку Откройте урок Торы Попробуйте выучить наизусть что-то Вам не будет скучно Потом сделайте какое-то доброе дело для кого-то Тоже не будет скучно Вот я вчера с мамой сижу Да 86 лет Вечером она на площадке Слава богу вот она сейчас ходит Вчера 9 кругов уже пришла И она такая Вот я никому не нужна Я говорю мама давай по другому сформулируем вопрос Вот тебе нужны люди Да мне нужно чтобы Все бы мне помнили Я говорю шикарно давай начинаем Вот сейчас прям берем звоним У тебя есть там двоюродная сестра Троюродная сестра четвероюродная Все уже в возрасте пожилые люди И они сидят сами дома Да Ты хочешь чтобы о тебе помнили Хочешь чтобы они тебе звонили Как-то это Давай начнем первые Они же точно так же себя чувствуют Вот ты позвони сейчас одной Второй, третьей Значит они начнут Тогда тоже тебе звонить Перезванивая Да И так получается ты им звонишь Спрашиваешь как дела Они тебе как дела И так А о чем я буду спрашивать Я с ними давно не разговаривался Я говорю вот как раз Первый раз спроси как дела Там запиши все У него деменция Как раз это очень хорошо для памяти Запиши как дела Там потом второй раз Почитай свои записи Спроси опять как дела Какие изменения произошли Оп у тебя начнется активная социальная жизнь Говорю Потом люди начнут к тебе приходить То есть начни ты интересоваться Человек в принципе Если он хочет занять свое время Он должен идти вперед Он должен быть проактивный Да И изучение чего-то Запоминание наизусть Включение своей головы Чтобы что-то изучить Это одна из самых Производительных деятельностей Теперь ну почему Вы можете спросить Почему имена Тора У меня например Была одна ученица Когда-то В психологии Елена Железная Она выучила наизусть Евгения Амедина Ей было там за 50 лет уже И она решила Что я буду развивать свою память И в возрасте уже там 50 с небольшим Она решила заняться каратэ И получила оранжевый пояс Почему-то и дали Оранжевый пояс в каратэ В каком-то И выучила наизусть Евгения Амедина Это заняло у нее там время Но она каждый день повторяла Изучала еще отрывок Еще отрывок Еще отрывок То есть вы можете сказать Может тогда действительно Каратэ и Амедин И не будет скучно Но автор этой книги нам говорит Что Тора Это совсем другое Тора Тора ведет к достоинству и добрым делам Тора ведет к достоинству и добрым делам Потому что Когда человек изучает Тору И раздумывает О наказаниях за проступки И о наградах за исполнение заповедей Он полагает Он хочет сделать добро И труд изучения Торы Предотвращает преступления Безделие же влечет за собой преступление И ведет к преисподнюю То есть тут он сравнивает Тору С Тору с преступлением Но сейчас дальше мы поймем Почему, кстати, лучше учить Тору Чем математику Или почему лучше учить Тору Чем, например, Евгения Амедина Значит, дальше он еще пишет Что Тору нужно учить постоянно Днем и ночью И даже когда идешь по дороге Или лежишь в постели Ты можешь думать и размышлять о Торе Теперь, значит, как написано в книге Юшуа Думай о ней днем и ночью Думай о ней днем и ночью Не сказано, говори о ней днем и ночью Но именно написано Думай о ней днем и ночью И мы говорим Ушма и Сраэль тоже Произноси слова эти Сидя дома и находясь в дороге Ложась и вставая Когда мудрецы Хотели сказать о ком-то из мудрецов Какой-то вот прям возвышенный такой комплимент Говорили, что никто не видел его Чтобы он проходил 4 локтя То есть 2 метра без Торы Они изучали Тору Повторяли изученное вслух Или думали о том, что изучали Их мысли все время были об учении То есть это как раз вот тот вот способ Когда человек Когда человек все время Голова должна быть занята И чем умнее человек Чем у него более вот эта вот Мозговой энергии такой, да Тем больше его ум требует постоянной пищи Вот есть люди, которые Любят очень кушать, да И вот они все время им надо что-то кушать И вот они кушают Читают кулинарные книги Готовят Потом опять кушают Потом опять готовят То есть они Они любят Вот у них в голове все время крутится Вот тут пирожное такое Тут какой-то рецепт они новый увидели Они думают Вот сейчас я этот рецепт значит сделаю, да А вот я доеду наконец-то там до такого-то города Когда я проеду по всем его там вот этим вот кулинарным Каким-то значит достопримечательностям То есть это люди, которые думают о еде Теперь если человек изучает Тору То его ум То есть когда ты думаешь о еде И туда направляешь свое внимание То естественно еда превращается Если ты чуть больше сел чем надо Она превращается в запасы И человек может стать очень полным И вот эти вот мысли об еде Желудок у него может растянуться И он может стать очень полным таким, да Если он фокусирует свое внимание на еде Теперь если человек фокусирует свое внимание на Торе То тогда он как бы он разгоняет свою интеллектуальную деятельность У него ум становится все более и более мощный, сильный И он требует как следствие больше еды Ему нужно больше информации, больше знаний И я могу сказать, что у меня сын, например, до 20 лет старший сын Учился только в Яшиве И он изучал Тору, Талмуд Вот только с утра до ночи он учил Тору Вообще не смотрел интернет, ничего Потом в 20 лет он сказал, что я хочу пойти в армию Я хочу все-таки, значит, быть религиозным человеком Но я не вижу себя полностью, вот, посвятить себя только Торе Хорошо, он пошел в, есть такая для, специально для религиозных Таких, которые ортодоксы, которые всю жизнь учились в Фишивах Есть в институтах специальная возможность, значит, подготовительное отделение Он пошел в это подготовительное отделение И за год закончил всю школьную программу И на следующий год он поступил Можно было уже поступать в этот институт технеонного программиста Не технеон, это Махман Лев называется институт Но он пошел в армию Была тоже программа, которая именно в армии Для тех, которые прошли вот этот вот подготовительный ортодокс Была программа для программистов И он в этой программе для программистов За год он достиг невероятного уровня И сейчас он там в армии Его взяли даже на работу Очень-очень важные такие проекты, да, по программированию То есть человек, у которого с помощью Торы развивается Развивается вот этот мыслительный аппарат Он запоминает Вот я, например, сегодня специально сел, повторил Повторил все уже выученные нами главы Я наизусть помню все главы, да То есть я подумал так Что учить и не запоминать Это не называется по-настоящему учиться И вот я сел, там 10 минут поповторял Поповторял, поповторял Оп, я помню все главы, которые мы выучили до этого момента Теперь дальше пишет автор этой книги Что поэтому во всякое время и в любой час Приложи к учению внимания Своего сердца, то есть намерения И разумения свое, и свое мышление И ты обретешь Вот, почему именно Тору надо учить, а не Евгения Анедина И ты обретешь жизнь и почести И удостоишься видеть плодоношение своих дел в этом мире И удостоишься всех добрых качеств Какие только существуют в этом мире Потому что человек, изучая Тору Обретает мудрость и страх перед Всевышним И правильный образ жизни И поведение Как правильно себя вести в разных ситуациях Смирение и скромность И все добрые дела И Всевышний, так как все это идет в служение Всевышнему Тора, ты же учишь ее с намерением служить Всевышнему Он тебе дает за это намерение И за то, что ты изучаешь Как правильно действовать в разных ситуациях Вот мы изучили Первое качество, которое мы изучили ворота Гордыня И мы изучили, как избавиться от гордыни, от гордости Второе качество мы изучили смирение Это как быть анова, как быть скромным Значит, третье качество мы изучили стыд Чего надо стыдиться, чего не надо стыдиться В каких ситуациях надо проявить Вот это вот, то, что называется стыдливость В каких не надо и так далее Четвертое качество Четвертое качество мы выучили как раз наглость В каких качествах наглость в принципе плохого качества Но в каких качествах это как приправа, к которому можно его применить Вот мы изучали как раз вот это Пятое качество, да, мы изучили Любовь, да, что такое любовь, как ее проявлять Почему любовь это главная заповедь И как именно проявлять любовь к ближнему, любовь к Богу То есть это бездонный колодец мудрости Но это не просто мудрость, математика тоже это очень умная вещь То есть это не просто понять, что, например, там есть очень интересная такая штука, законодательность Что любое число, умноженное на 9, да, 9 умножить на 2, 18 18 это 1 плюс 8, сколько равно, тоже 9, удивительно 9 умножить на 3, сколько будет? 27 2 плюс 7, сколько будет? 9, вообще удивительно А 9 умножить на 4, сколько будет? 9 умножить на 4, будет 36 3 плюс 6, сколько? Тоже 9 И так вы можете продолжать до бесконечности, всегда будет сумма цифр равна 9 Это вообще удивительно, давайте вот за 100 зайдем 9 умножить на 12, сколько будет? 9 умножить на 12, будет 108, правильно? 1 плюс 8, опять 9 А 9 на 20, вы спросите, 9 на 20, 180 1 плюс 8, тоже 9 Ну как это? Это тоже великая такая мудрость Кто-то это заметил, математик какой-то, там, может, книжку про это написал Но в жизни-то, что она дает? Ну, классно, прикольно, интересно То есть это интересно, оно дает интерес и развитие ума Но, и особенно если ты, есть специальное упражнение, считать цифры в уме И, например, идти там, хорошее для ума упражнение, считать в уме цифры Через три, например, идешь вверх и параллельно через два идешь вниз Три, шесть, а там сверху идешь, да? Через два вниз Девяносто восемь, девяносто шесть И ты в голове ведешь вот так вот туда и сюда одновременно Очень интересно развивает мышление Шикарно Но если ты учишь Тору, то ты, помимо этого, что еще получаешь? Учение оберегает того, кто учит Тору Дает ему высокое положение и поднимает его, как учили мудрецы Сказал Раби Мея Каждый, кто занимается Торой ради нее самой, удостаивается многого Это шестая глава в Пертьявод, первая Мишна Да к тому же весь мир стоит ради него И называется такой человек друг для Всевышнего, любимый Тора дает ему высокое положение и поднимает над всеми созданиями, над всеми творениями Потому что человек через Тору поднимается на высочайшие духовные уровни И поднимается над всеми творениями в этом материальном мире А в будущем мире никто, кроме тебя Всевышний, сказал пророк Ишаин И даже пророки не видели той награды, которая сохраняется для праведников Все, что они видели, о чем пророчествовали, это преддверие Эдена Но сам Эден, Ган Эден, это как райский сад, не видел никто, кроме Всевышнего И нет ничего выше ступени Эдена в будущем мире Теперь очень интересно здесь, вот я в этот момент задумался, думаю, непонятно С одной стороны, изучение Торы гарантировано, то, что написано в Тверде Вот то, что мы видим своими глазами Человек, который изучает Тору, исправляет свои качества характера По Торе абсолютно точно, по Торе запрещено обманывать даже в мелочах Он точно знает, запрещено говорить сплетни, запрещено говорить злоязычие Даже злоязычие это правда, но которое может обидеть другого человека То есть тот человек, который живет по Торе, он выстраивает свою жизнь И он попадает уже в рай на земле Да, он благодарный, он видит добро Он все свои действия обдумывает не то, что 7 раз отмерит, а 1 раз отрежет Он вообще не режет Он идет по жизни, никому не причиняя зла Но при этом абсолютно честно, делая бизнес, он получает благословения в 100 раз Как Ицхак посеял в том году, в той земле он посеял Значит, плохой был год, плохая земля И получил урожай в 100 раз Да, многие говорят, а вот почему евреям ненавидят? Ну вот же, это начало Торы Пришел к нему Элемевр, царь этой земли филистимлян И говорит, ты знаешь, ты стал намного богаче, чем мы И мы видим, что у тебя идет такое благословение нереальное Уходи лучше отсюда, да, потому что мы просто у тебя все заберем Мы не можем это терпеть, что ты... То есть, жить как Ицхак они не хотели Жить в святости они не хотели Но забрать они, да, хотели И он еще по-честному поступил Говорит, лучше уходи, потому что, ну, просто ограбим, все заберем Именно это была причина всех вот этих вот клеветы на евреев Во время всех гонений Это не было в минус евреям Это было в минус тем людям, которые их сжигали на кострах С детьми, с женщинами, чтобы их ограбить Чтобы просто забрать у них деньги А как забрать? Придумать же легко На любого человека можно сказать Там, о, ты женщина-ведьма Давай, как сейчас мы тебя убьем Она говорит, да я не ведьма А вот мы сейчас тебе ногти вырваем Мы послушаем, ведьма ты или не ведьма И вырви один ногой Она скажет, я ведьма, лучше убейте меня сразу, чем дальше продолжать Это была как раз технология злодеев На протяжении всех веков И когда говорят, что евреев изгоняли из разных стран То это минус только тем, кто их изгонял Это не минус евреев И наоборот мы из этого видим Насколько Всевышний сохранял еврейский народ Проведя их через все вот эти вот страшные гонения Средних веков Когда народы истребляли друг друга Они же не только евреев изгоняли Народы просто до сих пор За мелочь какую-то, да Непонятно за что начинают воевать В Германии было до объединения 300 княжеств И эти 300 княжеств воевали друг с другом до смерти Постоянно, без остановки Сколько друг друга вырезали Изгоняли Все это было Это все было минус только тем народам Которые не знали, что такое милосердие И наоборот удивительно Как Всевышний во всей этой адской Вообще средневековой Европе Евреевский народ спасал Проводил из страны в страну И они остались И в момент, когда Всевышний сказал Все, вы исправились Все, вы исправились Уже, как бы Идет же постоянный счет, да И он говорит Все, после вот этой вот Страшной катастрофы Когда было вообще совершенно несправедливо Уничтожено Полтора миллиона детей было убито Всевышний говорит Все, значит Вот сейчас в мире Как бы все уже Как сказать Все счета закрыты И сейчас наступает последний период Период прихода Машеха Период исправления мира И сейчас пошел уже свет Вот это, да Как увеличилась продолжительность жизни Невероятно Как увеличилось качество жизни в мире Как увеличилось количество людей в мире Сейчас 8 Почти 9 миллиардов людей живут в мире И живут в таких условиях Хороших В которых никогда не жили Мы сейчас видим Вот этот вот уже свет Свет духовности Свет грядущего мира Который уже начал В этот материальный мир Проникать в виде вот этих вот Позитивных изменений И тех знаний Которые есть у нас сейчас Ну что Ну что Что я сегодня подумал Значит Действительно Человек, который живет по Торе У него в этом мире Наступает рай Он добрый Он не говорит Пслетен Он не говорит Злоязычие Он в Действительно Злые люди остались Остались убийцы Маньяки Их мало Их меньше Намного чем раньше Но они остались Вот эти вот Такие жестокие преступники Убийцы Которые убивают Мирных там Заложников И так далее Которые пытаются Раскачать Вот эту вот Всю ситуацию Люди живут Хорошо в мире А заходят Какие-то вот Именно Я считаю Что все Кто начинают войны Это какие-то Сумасшедшие маньяки Да Которые озвоблены Вот как вот Был Чикатило Например Да Вот Синуар Это тот же Чикатило Тот же абсолютно Чикатило Конкретный Этот Синуар Которые Которые Придумав Какую-то Свою идею Из-за него Сейчас погибло Там 40 тысяч Палестинцев И 1500 1600 Меньше 2000 Евреев Из-за того Что вот этот Синуар Маньяк Он для себя Решил Что вот Надо напасть На Израиль 7 октября И значит Надо взять И убить Там 1200 человек Женщин Детей Насиловать Забирать Забрал В заложники И теперь Пока Месь этого Синуара Маньяка Не убьют И не освободят Заложников Он Как раз И является Тем человеком Который поджег Поджег Мирная Абсолютная Жизнь Которая была До этого Все жили В кафе В Израиле Живет 2 или 3 миллиона Арабов Все Спокойно Живут Работают Равные Права Граждане Никто тут Никого Не притесняет И вот это Вот мирное Такое Удобное Сосуществование Для всех Нарушено Было Одним Конкретным Маньяком Теперь Человек Который Живет В этом Мире По Торе Он В любом Случае На эту Ситуацию Как он Реагирует Спасибо Всевышнему Что ты Выдавливаешь Этот Нарыв Спасибо Всевышнему Что Вот сейчас Вот этот Маленький Нарыв Лопнет Синуара Не станет Зло Всегда Будет Уничтожено И снова Наступит Мирная Жизнь Я Тебе Доверяю Последние Там 20-30 лет Было Все Хорошо Теперь Россия Украина Да Война Но Тот Кто Верит В Бога Он Говорит Всевышний Я Знаю Что Ты Любишь Мир Я Знаю Что Ты Любишь И Всевышний Любящий Он Любит Весь Мир И Сейчас Хотя Тяжело Тяжело Но Не так Тяжело Как Было Во вторую Мировую Войну Не так Тяжело Как Было Первую Мировую Войну Не так Тяжело Как Было Предыдущие Все Поколения Очень Тяжело Относительно Того Как Было До Этого И Это Только Нам Еще Одно Напоминание Как же Мы Не Ценили Как же Недовольны В 2013 12 10 11 8 7 Это Нам Только Напоминание За все Эти Годы Когда Мы Вместо Того Чтобы Кайфовать И Каждый День Без Войны Когда Есть Электричество Свет Там Ну Было Благоденствие Я же Помню С 2000 Года По 2010 15 Год Как Рослов Благосостояние Благоденствие Комфорт Ну То То Все Люди Жили Лучше Лучше И Все Были Недовольны И Когда Началась Война Это Для Верующего Человека Это Только Для Него Знак Что Всевышний Все Понятно Сигнал Понят Спасибо Всевышний За Твою Доброту Я Молюсь Быстрее Что Война Закончится И Мы Снова Будем Благодарить И Радоваться Каждой Секунде В жизни Вернемся В свои Дома Все Будет Хорошо Это Верующий Человек Неверующий Человек Ему Было Плохо И Без Войны Ему И Плохо И С Войной Теперь Дальше Еще Одна Разница Между Человеком Верующим Бога И Живучим По Торе И Неверующим Значит Неверующий Человек Он Верит Нет Неверующих Людей Вот Этот МК Эксперт Он Не знает Реальности Никто Ни У кого Землю Не Отбирал Дикость Так И Есть Дикость Они Значит Живут Совершенно Вот Почему В Палестине Или В том же Газе Да Все Ездили На работу В Израиль Потому Что В Израиле Эта страна Входит В десятку Самых Развитых Демократических Стран Мира Здесь Есть Зарплата Здесь Платят Честные Деньги И Так Далее Значит Вот Это Горско Убийц Они Под Обманом Лозунгов Что Здесь Из кого-то Притесняли Они Лишили Палестинцев Лишили Вообще Весь этот Редион Лишили Заработка Мира И Сами Они У себя Ничего Не Сделали Как Жили Они Воровали Все деньги То есть Вот Если Вы Посмотрите Вот Этот Злодей Которого Убили Ханя Он Украл 4 миллиарда Долларов Откуда Он Эти 4 миллиарда Взял Он Политрук Был В этом Хамасе Он Умер Его Состояние 4 миллиарда Где Он Взял 4 миллиарда Он Украл Потому Что Они Вот Таких Дураков Как Вот Этот Кто Написал Что Их Притесняли Они Рассказывали Сказки Когда Приезжали Делегации Они Отключали Свет Нет У нас Света И ООН С 2000 Года Перевел 22 Миллиарда Долларов Из Них Ханя Украл 4 Миллиарда Остальные Деньги Украли Там Все Его Приближенные И Они Рассказывают Сказки Что Им Плохо Палестинцам Получают Деньги От ООН Воруют Эти Деньги И Продолжают Себе Жить Потом Они Решили Сделать Вот Эту Войну Для Того Чтобы Освободить Своих Заключенных Которые Есть Но Не Рассчитали Что Израиль В этот Раз Ответит Им Уже Серьезно Ну Вот Как бы Простая Математика Но Не в этом Дело Мы Сейчас Изучаем Тору И Хотел Я Вот Последнее Сказать Очень Важную вещь Человек Который Верующий В Дарвина Или Верующий В Что Он Развита Случайная Инфузория Туфелька Он В принципе В этом Мире Он Живет В такой Своей Иллюзии Про Себя Как Развитую Говорящую Инфузорию Туфельку Или Развитую Обезьяну Я не знаю Как верят Атеисты Ну Они Все По-разному Верят Есть Разные Атеисты Есть Разные Секты Атеистов Есть Атеисты Которые Верят Что Они Инфузория Есть Атеисты Которые Верят Что Они Обезьяны Но Не У Атеистов Не У Верующих Людей Нет Нет Понимания И Даже У Людей Верующих Вот Совершится Цикл Теперь Давайте Посмотрим Верующий Человек Говорит Я верю Что Меня Ждет Там Такой Кайф Который Ну Нет Просто В этом Мире Возможности Его Описать И После Моего Третьего Рождения Когда Душа Выйдет Из Эмоциональную Сферу И Моё Прекрасное Тело Которое Мне Бог Дал Для Жизни В Этом Мире Которое Теперь Оно Не В Стрессе Оно Не Расслаблено Не Переживает Из-за Того Что Мне Сегодня Ночью Один Написал Человек В Израиле Террор Теракты Надо Спасаться Там Все Я Говорю Какой Террор Какие Теракты Перестаньте Смотреть Новости Перед Сном Конечно Вы Насмотревшись Новостей Будете Всю Ночь Не Спать Бояться Не Надо Все Спокойно Все Хорошо Журналисты Они Так Зарабатывают И Важно Показать Какие То Они Ищут Эти Кадры Я Видел Журналист Один Снимает Демонстрацию И Поджигает Дым Дым Специально Чтобы Сквозь Дым Шло Там Ничего Не Горит Муж Надо Снять Что Что Горит Так Он Значит Дымом Себе Подсвечивает Сам Поджег Чтобы Все Было Как будто В дыму Там Все Снимает Репортаж Да Или Студии Спрашивает На месте Там Он Стоит С Микрофоном И Этот Журналист Ну Что Расскажите Нам Насколько Все Ужасно Он Говорит Да Не Ужасно Не Ну Скажите Что Уже Надежды Нет Да Есть Надежда Ладно Отключили Давай Другого Спросим Каждый Живет Своей Иллюзией Так Вот Человек Религиозный Верующий Он Живет Верой Своей Что У него Есть Вечная Жизнь Ему Сейчас Хорошо Человек Неверующий Живет Верой Своей Что У него Нет Вечной Жизни Ему Сейчас Плохо Человек Верующий Живет Верой Своей В Милость Всевышнего Благодарны Всевышнему И он Видит Эту Благодарность Он Видит Бочку Меда В которой Он Находится Человек Неверующий Он Живет В Ложде Дегтя И только Это Но Тора Она Показывает В реальности Как Надо Действовать Что Надо Говорить Что Надо Делать Как Нужно Выстраивать Свою Жизнь Чтобы Реально Было И В этом Мире Хорошо И Удостоиться Того Мира Кто В Это Верит Ему Есть Чем Заниматься Кто В Это Не Верит Он Тогда Должен Придумать Себе Искать Рецепты Кто Не Верит В Тору И Заповеди У Него Единственная Осталась Надежда Хорошо Прожить Это Найти Хороший Рецепт Вкусно Покушать И найти Какой Рецепт Как Заработать Еще Найти Какой Рецепт Как Провести Оставшееся Время Чтобы Мозг Чем Был Занят И Чтобы Все Ребен Было Что Покушать Все Вот Это Жизнь Атеиста Жизнь Атеиста Она Очень Сложна Нужна Все Ребен Выдумывает Чем Заниматься А жизнь Человека Верующего Она Простая Вот Есть Тора Заповеди Исправление Качеств Помощь Ближнему Добрые Дела Благодарность Всевышнему Молитва И Ожидание Прекрасного Продолжения Все Всем Хорошего Дня Хорошей Недели Всем Добрым Хорошим Людям А я уверен Что нас слушают Только добрые Хорошие Люди И даже Злые Запутанные Люди Которые Наслушались Пропаганды Еще более Злых И запутанных Людей У них В сердце Это все Рано Добро Поэтому Чтобы Все добрые Хорошие Люди Увеличили Вот это Добро В сердце И распространили Его на Свое окружение Чтобы был Шалом Внутри Шалом С людьми И будет Шалом Тогда Во всем мире Всего хорошего До завтра